Здравствуйте, дамы и господа. Это программа Дикий Запад, радио НВ, в студии Ивана Яковина, Дарья Колесниченко. Здравствуй, Даша. Привет, Иван, да привет нашим слухачам. Свершилось то, о чем мы так долго говорили, чего мы так долго ждали. Джо Байден, наконец-таки, вчера стал президентом Соединенных Штатов, 46-м уже по счету, с чем мы его от всей души поздравляем. И, естественно, вся наша сегодняшняя программа в основном будет посвящена именно этой теме. Начать я предлагаю с того, как мы провожали Дональда Трампа, с его наследия и так далее. Что ты, Даша, могла бы вспомнить о наследии Дональда Трампа? Так, давай с тобой трохи поговорим про то, чем он запамятается. Я скажу, чем не хорошо он запамятается, а ты скажешь, чем добрый. Давай так. Перше, мне он запамятается первым президентом, и не только мне, в целом он у видеоисторий, как первый президент, который был два раза поддан в процедуру импичмента. Другая, он запамятается расповсюджением теории змови. Президент також, он, который попробовал очень сильно американская демократия, думаю, ему еще за это аукнется незабаром. И, до того же, это непогано и недобро. Трамп, на самом деле, президент, который стал президентом, и до этого он не выбирался вообще ни на какие посады выборные. Да, то есть, если посмотреть на всех остальных президентов, они были либо губернаторами, либо сенаторами, либо вице-президентами, либо кем-то там еще. А Трамп просто, можно сказать, был бизнесменом, ну и прыг, сразу стал президентом. Ну так, это и самый Байден, он же был раньше сенатором, он от третий троки в третий числе, по-моему. Да, ну и еще вице-президентом он был, а до этого еще, по-моему, конгрессменом был. То есть, да, совсем другая история прихождения во власть, прихода во власть у Трампа. Ну, давай, смотри, у Трампа насчет плохого, чего можно вспомнить, вернее, насчет хорошего уже, то есть, плохого, мы уже припомнили ему. Он не начал ни одной войны большой. Винцеппах изувался. Да, он пару раз наносил удары, но никакой войны такой большой не было. Он создал космические войска американские, что, кстати, уже даже послужило основой для целого сериала. Дальше, он создал очень важную вещь, которая называется кибернетическое командование. То есть, те войска, они в составе вооруженных сил, сухопутных сил, но эти войска занимаются борьбой против хакеров иностранных государств и вообще стараются установить какие-то хотя бы правила игры в интернете. Дальше, он убил Абубакр Аль-Багдаде, главу, при нем, так сказать, убили, не он лично убил, а даже какая-то собака, по-моему, отличилась. При нем убили Абубакр Аль-Багдаде, главу исламского государства. И, собственно, само это исламское государство было, в общем, побеждено как именно государство при Трампе. Косема Сулеймани, главу исламского, вернее, иранского корпуса стражей исламской революции, тоже был, этот Косем Сулеймани был убит примерно вот как раз год назад при Дональде Трампе. Кроме того, он более или менее наладил отношения с Северной Кореей, хотя тут можно спорить о многом. Встретился с Ким Чен Ыном, побывал впервые из всех американских президентов в Северной Корее. Ну, правда, побывал он как, сделал шаг туда, через границу постоял и вернулся назад, но формально побывал. И плюс он последний. Он еще наладил мир между Израилем и целой группой стран Персидского залива, арабских стран, что тоже как бы немаловажно. И это произошло буквально недавно перед выборами. Ты знаешь, как на меня, если Трамп не влаштувал штурм Капитолію, так, его сторонники не влаштували штурм Капитолію, то он бы запамятался просто как популіст, такий досить вибуховый, но адекватный, скажемо. Ну, почти. Ну, адекватный, швидше, но после 6 сечня про его адекватность уже все-таки трудно говорить. Да, вот это событие 6 января очень восстановили против него всю американскую элиту, она просто кипит желанием отомстить Дональду Трампу за то, что он устроил, и я думаю, действительно, ему это аукнется, он еще об этом горькими слезами будет плакать. Ну, смотри, Трамп в день инаугурации что сделал? Он составил свою собственную программу, он улетал из Белого дома на вертолете вместе с женой Милани, которая, кстати, светилась от счастья, хотя была одета во все черное, но все равно светилась от счастья. Я думаю, что она так сяе просто в счастье, потому что уже сегодня пиде десь до юристов и будет выяснять, чи может она с ним разлучиться, если может, то на каких-то составах. Вполне вероятно, да, потому что, видимо, на последнее время была не слишком довольна жизнью своей в качестве первой леди. Так вот, Трамп прилетел на авиабазу Эндрюс под Вашингтоном и оттуда, на вертолете, и оттуда уже на своем президентском самолете он улетел во Флориду, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена. При этом он устроил себе салют, 21 орудийный в залп был дан в честь улетающего президента. А также все это происходило под песню «My Way» Фрэнка Синатры, в которой сказано, что, условно говоря, пошли все по известному адресу, я буду сам делать все, что хочу. Все боялись, конечно, что будет какая-то провокация, что-то пройдет не так, что где-то что-то взорвется или кто-то нападет, ничего такого не было, к счастью. Милане, как я сказал, была очень довольна, она, кстати, уже начала искать школу для их сына, совместного барона во Флориде. То есть вполне возможно, что даже если она и будет разводиться, то она останется во Флориде жить. До президентства дурачь винтова учався в Нью-Йорку, по-моему, на Манхэттене. Да, 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 да. Она вообще с сыном в основном жила не в Вашингтоне, а в Нью-Йорке. Ты знаешь, я бачила, CNN поведомляв, что Байден, Трамп, когда летел до Флориды, он в литоку смотрелся церемонию инаугурации Байдена. Думаешь, это правда? Я думаю, да, вполне возможно. Помнишь, мы с тобой записывались на инаугурацию, альтернативную инаугурацию Трампа во Флориде, но, к сожалению, так ничего не произошло. Ничего не произошло, а больше, даже Facebook, я так понимаю, выдали взагалі цей захід, потому что я вот вчера его хотела найти, так подивиться, может там что-то действительно произошло, не знаю. Но ничего не было, вообще не было. Зато мы знаем, что Трамп оставил Байдену записку, как по традиции это всегда происходит, на столе, вернее, в столе оставил записку следующему президенту. И была даже фальшивая, фейковая такая версия этой записки, на которой было написано, Джо, ты же знаешь, что я победил. Но на самом деле это фейк, а в реальности вроде бы Байден уже прочитал эту записку и сказал, что она была хорошей. И, кроме того, не только Трамп так залишил, Дональда Байдену, а и Меланія Трамп залишила записку с кудаку, что якусь... На славянском языке с одним словом на букву К, но мы его не будем... Так, ну, Джил Байден так само залишил записку. Кстати, Джил Байден, она хоть и не супермодель, но тоже манекенщица была в свое время. Так, ну смотри, у нас что получается? В целом, я думаю, Трамп как бы справился. Ну, я ожидал, если честно, что будет хуже. Я думал, что война с Ираном начнется, еще какая-то задница, но нет, к счастью, не все так плохо. Так, он даже в своей последней промове побажал удачу новой администрации. Это, в целом, какой прогресс? Ну да, это уже от Трампа такое услышать. Но я думаю, это под влиянием юристов, чтобы они его... Но самое главное, что Трамп сейчас собирается делать, об этом нельзя не упомянуть. Он собирается делать свою собственную партию и ломает напополам республиканскую партию. Но про это мы поговорим в следующей части. Это Радео НВ, дикий захід у студии. Мы сейчас разговариваем про то, как произошла инагурация Джо Байдена. И так же нас интересно, что ждет дальше Дональда Трампа. И за данными выделения The Wall Street Journal, Трамп рассматривает возможность создания собственной политической партии. И пишет, что она даже будет называться патриотичная партия. Ну, как на меня, это вообще не удивительно. Потому что сейчас у республиканской партии после штурма Капитолия Трампа вообще никто не ждет. Поэтому он от полиции остается, и поэтому требует создания собственной партии. Да, но тут надо сказать, что по сути дела он собирается отпилить половину республиканской партии тех людей. Даже не больше, наверное, половины тех людей, которые поддержали его на выборах президента. А таких людей примерно сейчас 70% от всей республиканской партии. Я думаю, что это может быть достаточно успешный политический проект, но для него нужно будет собственное телевидение, собственное радио и так далее. Я думаю, что, скорее всего, появятся, подгребут какие-то желающие поучаствовать в этом, потому что ресурс очень большой политический по Трампу. А то бь не знаете, что это будет какие-то объединения маргинальные трохи? Да, но, с другой стороны, это как в Европе, полно есть вот этих партий популистских, типа альтернатива для Германии, национальный фронт во Франции, там и в Венгрии эти ребята даже, вон, орбановцы, они даже стали во власть пришли и так далее. То есть, в принципе, есть запрос на такие движения. То есть, я думаю, что они вполне запросто могут стать успешными. Ты знаешь, что тут очень сильно показано? То, что на винагурацию Байдена приехал вице-президент в час правления Трампа Майк Пенс. И при этом он не приехал провожать Трампа с Белого дома. Да, мне кажется, вообще мы тут наблюдаем уже просто оформление, раскола в республиканской партии. То, что, во-первых, Майк Пенс поехал к Байдену, во-вторых, к Байдену поехали лидеры конгресса, лидеры республиканцев в Конгрессе. То есть, Митч Макконнелл – это лидер финанского уже меньшинства, а также Кевин Маккарти – это лидер меньшинства в нижней палате, в палате представителей. Они оба тоже поехали не к Трампу, они поехали к Байдену. Я бы еще хотела сказать стосовно Пенца, то, что его на инаугурации зустрели оплесками, и он, как на меня, он залишился в истории, так и республиканской партии, и взагалі політики, и ось этого периода, так, передвиборчого кризиса, которая началась, так, после выборов, и до выборов уже наверное трохи, он залишился таким голосом розума. Положительным персонажем точно он остался нам. Так, потому что он не пішов на поводу Трампа, который требовал от него скасовать выборы, там, влаштовать повный какой-то безлад, и он не пішов на поводу у демократов, которые хотели, чтобы он отсторонил Трампа, так, благодаря Конституции. Пенс действительно стал, наверное, самым разумным человеком во всей этой истории, и я думаю, в учебники истории он все-таки войдет, и войдет как человек, который спас американскую демократию, потому что, когда две страны требовали разорвать Америку пополам, он стал единственным человеком, который сказал, та-та-та-та-та, успокоимся, и вот давайте сделаем все по закону, все чётенько, и он сделал, и он провел это, несмотря на то, что ему действительно угрожали, ему смертью угрожали, вот эти люди, которые... Повисати. Да, люди, которые ворвались в здание Конгресса, они требовали повесить Пенс, они даже приволокли туда настоящую виселицу. И навіть не сами люди, погрожував Трамп. И Трамп, ну, как бы, Трамп грозил, они эти обещали исполнить, привести в исполнение, но и, несмотря на это, Пенс все равно остался верен Конституции, верен закону. Я, честно скажу, я в принципе был гораздо более худшего мнения, чем оно казалось, то есть он оказался молодцом, я думал, гораздо хуже человек. Но тут надо похвалить его молодец, он спас, можно сказать, Америку в абсолютно ключевой, в решающий момент. Я думаю, история еще через некоторое время оценит, насколько важным был его поступок. Ты знаешь, мне сдают еще эти облыски, которые вчера пролунали, так, то они уже показывают оценку. Он полностью их заслужил, он молодец в этом смысле. Хотя я не согласен с ним почти по всем идеям и по всем политическим вопросам, но тут он, конечно, молодец, он здорово поступил. Давай трохи поговорим про перши указы Байдена, которые он... Подожди, при инаугурации еще надо сказать, что Сандерс, Берни Сандерс наш любимый, пришел на инаугурацию в каком-то пальто странам и в варежках таких, как будто ему бабушка, его еще бабушка сшила, который уже, наверное, миллион лет сейчас был. Но Берни Сандерс сразу стал мемом, и он в Америке уже во всю его использует, сидящего злого старика в варежках огромных, разноцветных, как такого мемаса, примерно как этого сам Киану Ривса, который там сидел, что-то ел. Так, так. Він дуже просто контрастує з рештою людей, які были присутні на инаугурации. Там всі в смокингах, в дорогом пальто, так, ходили, а там сидеть Берни просто. Ну, він сказав, по-моему, що він по погоді одягнувся. Да, он не стал выпендриваться, решил не мерзнуть, просто оделся по максимуму и пришел туда варежки. Я считаю, молодец правильно сделал. Давай скажем еще декілька слів про новую віцепрезидентку Камалу Харрис. Да, давай. Вона стала першою жінкою-віцепрезидентом, по-перше, по-друге, вона темношкіра. Ну, вона не совсем темношкіра. Да, вона еще и индианка впервые, то есть у нее мама из Индии, и плюс еще у нее впервые появилось такое понятие, как первый джентльмен, то есть ее муж, второй джентльмен, то есть ее муж станет вот такой носить титул, это довольно странно. Ну, и важно, что если Джо Байден, не дай бог, там это самое, скопыт, что называется, то она станет первой женщиной-президентом. Человек Амали Харрис, по-моему, займается юриспроденцией, если я не помиляюсь. Да, он, по-моему, профессор, и, по-моему, он, кстати, по национальности еврей, если не ошибаюсь, вот тоже, но я могу ошибаться, не помню. Ну, вообще, интересный, конечно, такой состав кабинета министров будет новый, и туда, кстати, Байден пообещал набрать, уже набрал, по большому счету, очень много представителей меньшинств самых разных, и женщин у него будет больше, чем раньше, когда бы то ни было. Что еще хочу сказать? Хиллари Клинтон и Билл Клинтон, бывший президент и бывший кандидат в президенты, приехали отдельно на инаугурацию и отдельно разъехались. То есть вот многие на это обратили внимание. Так, я сразу скажу, что под час самой инаугурации они были разом, то есть они там разом ходили, и всюди, поэтому на фотографиях можно увидеть, что они разом, а приехали, как выявляется, не разом. Еще надо сказать, конечно, про то, как освещали. Демократические СМИ и либеральные СМИ просто, ну вот даже не знаю, как поприличнее сказать, облизывали, слюни текли у них изо всех мест. Когда они освещали эту инаугурацию, видно было, что они страшно счастливы. Меня запомнилось, как Дэвид Челли, он политический обозреватель СНН сказал про эти самые свечки, которые были расставлены вокруг зеркального пруда в Вашингтоне, что это две руки Джо Байдена, которые как будто тепло обнимают Америку. Притом, что Джо Байден, помнишь, он же домогался постоянно обнимал каких-то теток, которые не всегда этого хотели. Поэтому сравнение так себе насчет рук Джо Байдена, обнимающих Америку. До речи, еще вчера, когда Байден прямував по Вашингтону, там стояли журналісти, недалеко от него, и он підійшов по тисному руку одному журналисте, він там почав радіти. Да, ну это уже какое-то северокорейсье оно начинается, на самом деле, это просто, ну уже вызывает у меня, например, у меня брови вверх поползли, когда это все, слушай, господи, какие руки Байдена, которые, что они там обнимают, что вы несете. Так, ше выступали під час инагурации Лаги Гага. Да, который, кстати, топило изо всех сил за Байдена, и выступал Дженнифер Лопес, который тоже топило за Байдена, поэтому, так сказать, они удостоились права и чести петь гимн и что-то там еще, еще одну песню они пели. Зараз будет невеличка пауза, потом мы повернемося. Продолжаем разговор. Ивана Яковина, Дарья Колесниченко, Дикий Запад, Радио НВ. Итак, речь Джо Байдена, инаугурационная, была в основном посвящена единству. Это главная тема этой речи. Причем слово «единство» повторил несколько раз, если даже не несколько десятков раз призывал американцев к тому, к единению, к тому, что, к прекращению конфликтов, потому что, ну, ясно, понятно, почему у него так происходит. Америка действительно разорвана на два, можно сказать, даже три лагеря, потому что есть даже четыре, можно сказать, есть суперлиберальные левые, есть просто левые, есть просто правые, правый эстаблишмент, типа Митча Макконнела, а есть ультра-радикальные правые, которые поддерживают сейчас Дональда Трампа, те, которые штурмом брали Капитолей. То есть страна разорвана, люди ненавидят реально друг друга, и поэтому надо ее как-то сшивать, и поэтому, собственно, Байден и призывал всех к единству. Так, и Байден, наверное, окременно вертался до людей, которые за него не голосовали, сказал, что, ось, если вы, наверное, меня не поддерживаете, то мое сердце открыто для вас, а если вы все-таки все равно меня не хотите поддерживать, воно все так же, так само открыто. Посядьте. Не, не, я хай, трехи то в иных странах так кажут. Мое сердце все равно открыто, но можете и не любить меня, потому что это демократия, и он сказал, в дороге, что перемогла, перемогла не кандидат, а перемогла демократия, и он будет президентом всех американцев. Ну, мы посмотрим на это, потому что, если честно, мне кажется, что Джо Байден мстительный злобный старикашка, может быть, я, конечно, не прав, потому что, я, честно скажу, я рад, что он стал президентом, что не Дональд Трамп остался на своем, потому что Дональд Трамп слишком сильно любил Владимира Путина, которого я очень не люблю, поэтому я доволен тем, что Байден стал президентом. Однако, Байден все равно не, как говорится, герой моего романа, я думаю, он человек коррумпированный, злобный, не очень хороший, в кармане у корпорации, и, в общем, ничего хорошего от него я, если честно, не жду, кроме того, что он станет действительно большим, большой костью в горле, или шилом в задницу Владимира Путина, это, я считаю, очень хорошо. Кроме объединения, так, темы, объединения в цей промове его, в инаугурациней, так звучала и тема того, что он, ось США, снова будут таким лидером, так, и другие страны будут за ним идти, и они повертаются на свое, так бы, мовите, место. Да, возвращение Америки в союзы, возвращение Америки в мировую политику, отход от вот этой стратегии «America first», то есть Америка, прежде всего, и на единственном главном месте, которое исповедовал Дональд Трамп, вот это, конечно, важная часть послания Джо Байдена, которое важно для нас, я имею в виду, в первую очередь, потому что для самих американцев, конечно, запрос на единство важнее, но для нас, конечно, это важно, то есть, что американцы наконец-то вернутся, да, и будут, видимо, опять помогать им странам, которые сражаются против тирании всяких злобных, нехороших чуваков. Это звучало так, как Байден не был бы хочет заспокоить всех. Да, у него сейчас, на самом деле, он должен стать президентом-психотерапевтом, да, и для страны, и для всего мира. Он сказал, так, ребят, вот это были 4 неспокойных года, но теперь мы возвращаемся к нормальному ходу событий, давайте успокоимся и будем просто работать на наше с вами общее благо. Я думаю, что, в принципе, учитывая невротизацию населения, связанную и с пандемией, и с карантином, и со всеми делами, это, наверное, самый разумный сейчас подход, потому что действительно, да, люди взвинчены, им, правда, надо немножко успокоиться и немного, скажем так, войти в нормальное русло, а не вот это буйное и непонятное. Ты знаешь, такую лінію політики показывает даже то, что от первых указов, которые он начал подписывать, там было и про повернение США у Всесвитную Организацию Охороны Здоровья. Да, Байден уже полтора, по-моему, десятка указов подписал, но, в принципе, надо сказать, что все американские президенты с этого начинают. Ты помнишь, если Дональд Трамп тоже начинал с этого, он подписал запрет на, например, въезд мусульман в Соединенные Штаты, и вот Байден, кстати, своим уже указом этот трамповский указ отменил. Кроме того, Байден отменил указ о введении чрезвычайного положения, который ввел Трамп для строительства стены, потому что Трамп не мог, на границе с Мексикой стены, конечно, Трамп не мог просто взять деньги из оборудованного бюджета и потратить их на эту стену. Для этого необходимо было вводить чрезвычайное положение, и он ввел своим указом чрезвычайное положение и взял эти деньги из оборудованного бюджета, потратил их на стену. Так вот, Байден это опять тоже отменил. Хотя, на самом деле, смешно, что стену он начал строить вот в таких диких масштабах не Трамп, а, можно сказать, сам Байден, потому что это было во времена Барака Обама, когда Байден был вице-президентом. То есть вот тогда стена начала строиться. Но там, когда уже закончилась каденция Трампа, там его сторонники, прихильники, они очень закликали, чтобы не двигайте стену, пожалуйста, оставьте стену, чтобы ничего там не произошло. Более того, Стивен Беннон, небезызвестный нам политтехнолог Трампа, он запустил проект по сбору денег на строительство стены, а потом выяснил, что эти деньги он тратил не на стену, а на себя. Беннона осудили, и сейчас Трамп буквально вчера его помиловал. И что до международной политики, так Байдена, то он проведет первую, по-моему, свою телефонную разговор с международным лидером. Это будет премьер-министр Канады Трюдо. Да, но это логично полностью, потому что Канада, естественно, самый ближний, самый главный союзник Соединенных Штатов и экономики этих стран очень тесно переплетены и культурно они почти одно и то же. В общем, это, естественно, абсолютно нормальное явление, потому что, ну, не знаю, для США, Канады, это, наверное, Австрия, для Германии вот такого плана. Знаешь, что еще интересно, когда Байден отведает с визитом в Украину, ты как думаешь, он, ну, вот, ближчим временем это будет в планах, или нет, все-таки? Думаю, нет, думаю, нет, потому что еще раз в Америке огромное количество проблем, и эпидемия, и экономический кризис, и сшивание наций, и так далее, и так далее. Но вот на что может на самом деле надеяться Украина в ближайшее время, это на визит Энтони Блинкена, нового госсекретаря Соединенных Штатов, я думаю, в течение года, даже, наверное, полугода Украине стоит ожидать его приезда. И этот человек не чужой Украине, мы уж помним, что его предки с Украины, они, правда, забежали отсюда от погромов, будучи евреями, но, наверное, что-то у него, надеемся, осталось какие-то хорошие хотя бы воспоминания, так сказать, генетические. Плюс, на что еще про Байдена очень важно сказать, он вернул действительно уже Америку в Всемирную организацию здравоохранения, что немаловажно на фоне продолжающейся эпидемии. То есть, таким образом, будем надеяться, что американцы поработают на, скажем, обеспечение вакцинами всех стран, а не только себя. Это первое и второе. Байден вернул свою страну в соглашение Парижское по климату. Это тоже очень важно для всей нашей планеты. А, дивись, еще стоя по визитам в Украину, я бы хотела запитаться. Камала Харрис, вона не может перебути наиближчим часом? Ну, если не Байден, то вона. Нет, она, конечно, может, но, учитывая ее бэкграунд, я бы скорее решил, что Камала Харрис поедет в Индию и будет заниматься Южной Индией и Африкой. Скорее всего, это будет зона ее ответственности. Вот как Байден со временем зона его ответственности была Украина, так у Камала, скорее всего, будет Азия и Африка. Зараз будет новая пауза, а потом мы продолжим. Так, последний вопрос. Чего ждать от Байдена, собственно, да? Ну, давай порассуждаем сейчас, да, на эту тему. Там шесть минут, я думаю, потому что предыдущие две у нас было по семь, давай сейчас шесть минут, постараемся уложиться в шестерочку. Может, чуть больше шести, там, шесть-двадцать максимум, да? Так, давай, раз. Фарзи, кто начинает? Ты начинает, давай. Хорошо. Давай, раз, два, три. Радио НВ, Дарья Синченко, Иван Яковин. Продолжаем разговор. Чего ждать от Джозефа Байдена и его администрации для Украины и украинцев? Какие у тебя мысли даже? Я надеюсь, насправді, на все наикраще, то, что он будет вводить санкции против России в ближайшем времени. Еще звучало, как Юлия Тимошенко. Я надеюсь. Я бы не очень сильно хотела звучать, как Юлия Тимошенко, по правде. Ось, я думаю, что он ведет санкции против России, и это автоматично, так, отобразится, доброе на Украине. Это вполне возможно. Вот недавно в издании Foreign Policy вышла, международная политика, вышла статья Макфолла. Майка Макфолла – это бывший посол Соединенных Штатов в Москве. Он занимал эту должность, когда Байден был вице-президентом, а Обама был президентом. Они с Байденом, Макфолл и Байденом – друзья. Но самое главное, что Байден, извини, Макфолл – большой друг Энтони Блинкина, того же будущего госсекретаря. Кстати, Блинкина вчера же шло его назначение, как будет утверждение в Сенате, и очень хорошо его приняли в Сенаторе, то есть, скорее всего, он будет утвержден, тут вообще я уже без... То есть, где-то через полтора часа его обсуждение кандидатуры Блинкина впервые был задан какой-то неприятный ему вопрос, а так все его хвалили. Даже республиканцы, поэтому, скорее всего, он будет... Так вот, я думаю, что, скорее всего... Да, Макфолл в своей статье написал, что да, надо обязательно вводить санкции против Путина, максимально жесткие санкции, то, что Россия превратилась в абсолютно авторитарно-тоталитарное государство, Макфоллу не нравится, он говорит, с этим надо бороться, с этим надо прекращать. И плюс он еще написал, что ключевым государством в достижении всех американских целей в Европе является Украина, и Украине надо помогать за российские силы. И, кстати, Энтони Блинкен, даже во время Обамы, когда Обама отказывался поставить оружие Украине, Блинкен говорил, не-не-не, надо поставить, давайте поставим. Он был единственным голосом, который призывал поставить оружие, но сейчас он, видишь, будет решать, поэтому, я думаю, у Украины все очень-очень хорошо. Ты знаешь, я вважаю, что все-таки международная политика – это номер два в программе Байдена, потому что первое место занимает коронавирус, он же там будет бороться с этим всем, и сейчас там очень плохая ситуация складывается, чем дальше, тем гирше, и не зрозумело, чем это все станет. Ну, знаешь, я тебе так скажу, коронавирус – это, пускай американцы сами разбираются, мы тут сами разбираемся, потому что мы им помочь никак не можем, они нам могут, могли бы, наверное, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы у них все поскорее закончилось, но у нас, я тебе серьезно говорю, мне кажется, больше сейчас зависит от того, как будет у них строиться, ну, я имею в виду на нас отразиться, как будет строиться их политика в отношении России, а не в отношении коронавируса, потому что все-таки, видишь, вот эти санкции, они, конечно, повлияют на события в Восточной Европе обязательно. И вот, кстати, Макфол сказал, что санкции будут введены еще до завершения января, то есть вот 10 дней осталось до конца января, он сказал, что будут санкции введены вот в это время. Ну, Москва взагалі была дуже так настороженно налаштована стосовно Байдена, стосовно, когда он выиграет, так, выбери, если он выиграет, а потом, когда он уже выиграл, вот, и они понимают, что им ничего доброго не свитит. Да. Ты знаешь еще, кто был осторожен очень? Зеленский относительно Байдена, потому что Зеленский реально здорово помог Трампу, когда шла вот эта вся история с импичментом, с первым ему импичментом, когда Зеленский сказал, я ничего говорить не буду, ничего рассказывать не буду, он тем самым, конечно, помог Трампу. Сейчас я думаю, думаю, блин, нафига, ну, надо было что-нибудь рассказать, помог бы, сейчас Байден бы, конечно, Зеленского на руках носил и вообще целовал его во все места, но Зеленский тогда, конечно, лоханулся, прямо скажем, не надо было помогать Трампу. Но сейчас, какая будет политика США относительно, собственно, президента Зеленского? Будут, Байден будет изо всех сил настаивать на борьбе с коррупцией. А ты думаешь, он может почати мстити Байден Зеленскому? Нет, зачем мстить? Он просто будет говорить так, давайте, ребятки, вы с коррупцией будете бороться, и все. А, понимаешь, учитывая, скажем так, сомнительные антикоррупционные качества многих людей в окружении Зеленского, вот это будет самое больное для него, да, то есть если его, Зеленского заставят отказываться от своих друзей, от своих ближайших помощников, соратников, которые замешаны так или иначе в коррупции, а американцы будут это делать. Кстати, Макфол, как упомянутый выше, он вполне возможно станет послом американским здесь, в Киеве, и это тоже будет, потому что Макфол человек очень тертый калач, он все знает, всех про все знает, ему ничего объяснять не надо, он даже в украинской политике может быть лучше разбираться, чем многие украинцы. Ты думаешь, они будут, наша влада, так, украинская, она будет как-то стараться домовиться про зустріч Зеленского и Байдена, возможно, где-то там на полях какого-то саммита? Да, это, конечно, это обязательно, я даже думаю, что и сам Байден будет не против, скорее всего, Байден будет за такую встречу, поскольку ему, конечно, хочется, потому что Байден очень много времени провел в Украине, он очень много занимался Украиной. Да, он в Верховной Раде выступал в 2015-м году. Да, для него это не чужая страна, он хочет, чтобы здесь все наладилось. И он очень хорошо знает, что тут происходит. Да, поэтому, я думаю, да, он обязательно встретится с Зеленским, ну и, конечно, важно, как себя Зеленский покажет на этой встрече. Ты знаешь, такая встреча, как на меня, она бы выглядала немного как залякувание Росии. Это бы Байден таким чином показал, ось, смотрите, я с Зеленским встречаюсь, мы там про что-то говорим. Да, с Путином нет. А с Путином нет. Кстати, да, я думаю, ты права, что, скорее всего, Байден действительно скорее сначала встретится с Зеленским, а потом только с Путином. Ну, если вообще с Путином будет встречаться, потому что Путин сейчас своими действиями загнал сам себя в такую ситуацию, когда вообще никто не хочет с ним встречаться, потому что он убийца. Лукашенко, хіба, что гроши в него хочет брать? Ну, Лукашенко я вообще не воспринимаю как серьезного какого-то лидера, Лукашенко, это бывший президент, то есть стране, там, что-то раскачивающие ножки. Так само и Лукашенко, когда Лукашенко погрожает что-то не очень доброе после прихода Байдена до влады, потому что, когда был Трамп, он как-то не очень там висловливался стосовно протестов, а и Байден критиковал Трампа за то, что он отмогчается. Да, опять же, Блинкен, который госсекретарь, ключевая позиция в его мировоззрении, это борьба против диктатуры, тирании за права человека во всем мире. Для него это суперважная история, и Блинкен будет настаивать на ликвидации режима Лукашенко, как и на ликвидации режима Путина, я считаю, что это и то, и другое. Слушай, может, с приходом Байдена тогда все диктаторы сгинут? Ну, все, не все, но многие, я думаю, да. То есть, я думаю, что пока, если они не сгинут, то у них жизнь будет гораздо более сложной, чем и раньше. Так, на этой оптимистичной ноте мы будем закинчивать сегодня. В студии был Иван Яковина, Дарья Клесниченко, да пребудет с вами сила. Всем пока. Пока-пока.